Как только Риан Нишенс переехал в свой новый дом в Южной Африке, с ним приключилась очень необычная история. Оказывается, новое жилище было уже занято, но жили там вовсе не люди. Под самой крышей дома, высоко в стропилах, поселилась семья приматов, известных как кустарниковое дитя. Такое необычное название животное получилось из-за того, что его крики напоминают плач капризного младенца. Сначала молодой человек заметил взрослых особей. Каждый вечер они выходили из дома, чтобы добыть пищу. А совсем недавно Нишенс стал слышать крики маленьких детенышей. Обычно парень видел своих симпатичных соседей только издали, но однажды все изменилось. Нишенс работал дома за компьютером, когда услышал пронзительный крик, а потом шлепок на диван. Парень пошел посмотреть, что произошло, и обнаружил детеныша кустарникового дитя, лежащего на полу. Один из малышей вывалился из гнезда под потолком. К счастью, кроха приземлился прямо на мягкий диван. Нишенс видел, как волнуется его мама, наблюдая за происходящим сверху. Молодой человек проверил, все ли в порядке со зверьком, а заодно хорошенько рассмотрел необычное животное. Парень впервые видел кустарниковое дитя так близко. Нишенс понимал, что за ним пристально наблюдают, и всеми силами старался показать маме, что он не причинит крохи вреда. Молодой человек аккуратно взял кустарниковое дитя на руки, а потом положил его на кухонный стол, чтобы мама его видела. Детеныш вновь вернулся в семью, а Нишенс теперь не скоро забудет столь неожиданного гостя. Молодой человек считает, что просто обязан относиться к диковинным зверькам с уважением. Ему очень нравится наблюдать за животными, а если случится что-то плохое, он всегда выручит соседей с беды. Чтобы помогать животным, достаточно быть просто хорошим человеком. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.